Каждый день цифры пандемической статистики растут и пугают. Правительство объявило нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. По мнению властей, выходные нужны, чтобы не допустить рост заболеваемости коронавирусом. Ну а что же об этом думают жители республики? Я была за вакцинацию, я вакцинировалась. Есть возможность людям, наверное, подумать над этим. Я считаю, что эти выходные для того, чтобы подумать, кто не сделал, сделал. Почему, если сейчас такое положение? Нет, я против, что продлили выходные, категорически против, и вообще я против вакцин тоже. Если школьники и студенты радуются выходным, то владельцы малого и среднего бизнеса страдают. С введением новых ограничений для них наступила черная полоса. Режим нерабочих дней ударил в первую очередь по сфере обслуживания. Посещаемость ресторанов и кафе снизилась почти на 70%. Очень сильно, конечно, у нас посещаемость почти в два раза упала. И кто-то из гостей, причем нам приходится кого-то огорчать, обижать, но, соответственно, выпроваживать. Но при всем при этом большинство гостей к нам лояльны. Кто-то на доставку перешел, кто-то на вынос заказывает. Мы нисколько переживаем за сам бизнес, сколько за персонал, который работает, перед которым мы несем ответственность и так далее. Мы не можем полностью сократить штат. В городе можно увидеть плакаты, призывающие к иммунизации, ношению масок и требованиями предъявить QR-код. И если молодежь стремится сделать вакцину для того, чтобы беспрепятственно посещать кафе и кинозалы, то взрослое население больше беспокоится о последствиях, которым приведет болезнь. Я неположительно отношусь к поведению людей. Не соблюдают они ничего. Ни в масках не ходят, дистанции не соблюдают, интервалов нет. Как ходят, из изображения ходят, как бараны. Если мы сами себя не будем защищать, сами не будем оберегать себя, оно нас не будет беречь. Мне жалко это медицинских работников и милиции. А у нашего народа не хватает мозгов, чтобы соблюдать вот эти элементарные порядки, соблюдение вот этой дистанции, маску носить, руки помыть, обрабатывать. Вот такая картина. Я уже ревакцинировался, а побудила эта гражданская ответственность. Самое главное не коды, а самое главное, чтобы была ответственность, чтобы носили маски, когда надо. Чтобы лишний раз не ходили, не толкались и не забывали, что у них есть дети, внуки и думали о них. В Минздраве Дагестана заявили, что темпы вакцинации после введения ограничительных мер постепенно ускоряются. Заметно это и по очередям в прививочные пункты. На сегодня вакцинировались почти 528 тысяч человек. В то время как от коронавируса в Дагестане только в октябре не стало 244 человек. Лариана Шимхалаева, Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов. Новости ННТ. Махачкала.